Приветствую вас дамы и господа и сегодня мы поиграем в игру которая называется Stationers вот и я добрался до этой игры не знаю почему раньше это не сделал я наверное буду сильно жалеть ведь игра стоит того но вкратце это как обычно для тех кто не знает это как обычно космический симулятор где как космические не космический просто симулятор строительства и управления космической станцией мы будем строить свою собственную станцию управлять ей также у нас полностью будет работающая инженерия медицина наука электроэнергия энергетика то есть и ботаника игра на первых стадиях мне показалось невероятно сложная ну посмотрел гайды и прошел обучение и поиграв в углу где-то 25 часов или 30 я более менее не разобрался и решил по выкладывать несколько серий может быть даже целое будет прохождение у нас так как меня игра очень зацепила значит я начал жевать на марсе и умирал я на раз 50 ну постепенно я все реже реже умирал ну кое-как добрался до еды и слава богу от голода я перестал умирать закончился с тем что у меня появились куры они сажали мою все кукурузу там пшеницу чем там едят свою бабы вот и мне в основном нечего было выращивать там тыква осталось картошки немного короче решила начать все заново и показать все это вам может быть что-то вы будете светать может быть что-то явно покажу в общем я смотрел раньше эти обзоры этой игры игра кстати вообще намного изменилась много чего было добавлено контакт контента в ней также до храни сейчас играть есть во что тем более даже есть сценарий но побег с марса и что-то еще и тут но к сожалению это пока что в бете думаю в скором времени уже и это вложит и думаю можем поиграть если что хотела начать с новым мир уже не на марсе а на европе то есть но этот ледяной спутник юпитера но почитав характеристики что мы будем получать меньше солнечной энергии у нас давление будет 44 кило паскаля для шлюзовых комнат это будет немножко напряжно в общем оставлю я это пока что на потом дальше температура тут адские угол солнца 32 градуса круче немножко посложнее будет чем на марсе поэтому я как новичок я буду пока что выживать именно здесь да дальше у нас есть конечно же спутник сатурна мимас это принципе то же самое что и луна только угол солнца тут вообще кривой есть вулкан где мы будем выживать возле черной дыры на горящей планете горячей точнее извиняюсь пояс астроидов это креатив и лауран тоже был добавлен и вот тут у нас планета тоже со вращающейся черной дырой мы будем вращаться вокруг черной дыры горгантюа или как это называется на этой планете эта планета поддержит кислород то есть мы уже дышать свободно но у нее высокое давление 162 кило паскаля напомню атмосферное давление на земле составляет 101 кило паскаль ровно атмосфера и так что друзья начинаем марс выбираем и поехали что ж наш приветствует как всегда station station педе или как там совершенно педе короче закрываем мне это сейчас нафиг не нужно вот мы приземлились высадились точнее на марс когда пера запустил друзья думал блин что же делать я прошел обучение думал ну блин там лико все легко рассказано показано что делать выключи фонарик потому что свет он у нас слишком сильно отзажает батареи в общем сначала не мог понять что делать я даже думал а где же мне все все мои инструменты где вещи и все такое а касса и вот они у нас тут припаркованы мы с помощью тяпки можем твой тяпки ну пофиг короче с помощью вот этого инструмента можем отсоединить все но мы сейчас на оценим все самое то что сейчас нам нужно но необходимо баллоном пока что кислородом нафиг не нужен так это у нас что жрачка нет это у нас ну в принципе тут и жрачка есть пока что это закроем вот это мы конечно сейчас можно в принципе отсоединить пожалуйста только не на меня здесь у нас тоже отсоединяем шляпс сущность так вот это что у нас так здесь у нас батарейки ну в принципе тоже отсоединяем да это нам все приходится что постоянно не бегать туда так это что у нас здесь у нас краска маркировщик это тоже пока что на потом оставим ну и тоже жрачка ну в принципе можно тут прям пока и оставить кстати когда вот проходил игру да злаковый батончик у нас кстати низко не очень калорийный я выживал в принципе в основном жаря картошку она у нас очень калорийная поэтому голод меня практически не одолевал ну что ж давайте определимся где у нас солнышко солнышко у нас вон там как мы будем располагать станцию базу станцию пофиг перевинись ну что это так там расположилось так давайте где у нас железный каркас то тоже что ли перевернулась начинается все с железного каркаса берем кстати бинт скотч точнее мы наверное пока что нафкинам сигнальный огонь пока выложим планшет можно ставить я так думаю пока что да собственно ничего ну давайте навигатор ой не так сделал а все вставилось хорошо сюда положим скотч вот чтобы нам не мешался и смотрим у нас короче солнышко вот такое да чух под углом садится короче если будем располагать солнечные панели вот сразу ресурсики это скорее всего уголь вон золото ну до них далеко в смысле пока что не будем их добывать выбираем железный каркас и давайте начинать уже строительство надо просто хорошо все обдумать как у нас будет вылить база куда она будет уходить чтобы солнечные панели не мешались нам не затенялись короче даже не знаю тут возвышенность небольшая есть да вот это трудный момент наверное знаете что сделаем так а ниже ты не станешь да можно начать в принципе отсюда напоминает что-то Space Engineers но тут совсем все по-другому так предположим мы в дальнейшем я планирую поставить где-то 10 солнечных панелей и несколько батарей поэтому давайте сразу для них место определим где-нибудь здесь вот раз два три четыре пять шесть ну да семь ой восемь девять десять вот тут у нас будет располагаться солнечные панели так тоже правильно да вот так заходишь входишь выходишь то есть вот так так хорошо игра сохранилась и дальше пойдем база у нас наверное будет уходить ту сторону да наверное как-то так поэтому что мы дальше делать будем дальше мы наверное давайте отсюда ну будем потихонечку продлять базу нашу все равно я потом в скором времени не в скором а это думаю уже в следующей серии сделать автоматизм да мать твою чтобы у меня солнечные панели автоматически вращались с направлением солнца так ну я думаю пока этого нам хватит пока что так вот так вот так я думаю если тут мы начинаем будем располагаться с нашей инструменты печи всякие солнца не будет заслонять с гора вообще ладно думаю это пока не страшно так пока что нам каркасы больше не нужны мы сейчас ложим сложим все обратно и берем листы железа чтобы запаять эти блоки так и выбираем горелку включаем ее и начинаем паять паять мы будем пока что не до конца потому что ресурсики в начале игры это у нас сейчас самое ценное и очень их мало построим пока что да блин вот отлично и здесь уже достроим не забывать не забываем все время выключать газовую горелку так как мы даже когда сейчас ее уберем в инвентарь у нас получается все равно будет гореть а ресурсы у нас на все исчерпаемы на абсолютно все батарейки баллоны кислород водород короче абсолютно все так ну пока что пойдет сойдет я думаю что давайте расположим первую нашу давайте свет выключим во первых где у нас находятся солнечные панели разводной ключ еще один так простой генератор кондиционер гидропон нет здесь нет здесь в основном такое все о боже ты мой давай тебя наверное поближе перенесем так вентиль слушайте ну где у нас солнечная панель вот она нет нет не оно диск это того где ты друзья пролистал давайте по внимателям сейчас нет 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 значит здесь что я там увидел там я увидел оксид ну потом лист лист солнечная вот она как я мог не заметить солнышко а ты меня значит обманула да ты у нас садишься туда восход получается там ну друзья немножко тогда придется блин немножко тогда придется перестроить вот так в общем решил друзья сделать сюда мы располагать солнечные панели там мы будем если что к ним всякие там провода подводить может быть даже сюда батарей ставить микросхемы микрочипы короче возможно даже еще нет в принципе этого всего хватит и вот тут у нас будет уже отдаляться база наша куда-то будет уходить сюда туда точнее влубь марса в принципе все сейчас мы берем солнечную панель солнышко еще пока не зашло поэтому давайте поторопимся солнышко будет оттуда ходить чтобы постоянно летать я поставлю здесь лестницу вот и начнем с первой батарейки давайте как-нибудь вот так вот расположен значит у нас тут есть два выбора то есть выход электроэнергии у нас справа а слева для выход для данных то есть можем подключаться к чипам компьютеру и задавать определенную программу там настройки вот можно сделать сразу чтобы выход был совместный но что-то у меня когда я прошлый раз играл делал совместный выход у меня не очень получилось не знаю почему-то построил это автоматизацию сонношной панели и они нифига не работали давайте-ка еще раз попробую это сделать потому что так мне кажется намного все удобнее что не надо куча проводов тянуть то есть устанавливаем пока сонношную панель вот так вот то есть видно что выходит у нас энергия и данные так чтобы достроить солнечную панель нам понадобится еще стекло стекло у нас вот все солнечная панель друзья готова и давайте ящичек перенесем на нашу базу начальную так закройся чтобы ничего не вывалится надеюсь так давай ка ты на сюда оп и все так ну что сон штаб она готова теперь давайте пока что будем ходить без автоматизации поэтому нам нужно вручную делать повернем ее так ну да пока что наклоним вниз по максимуму и развернем ее насколько раз в 50 да или 90 90 все как солнышко только зайдет у нас солнечная энергия будет да хотел сказать накапливаться да просто некуда накапливаться поэтому давайте быстренько сейчас поставим следующие инструменты которым нужно будет так это 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 нет во-первых берем зарядное устройство так ну где же у нас источник бесперебойного питания дверь нам нафиг не нужно что тут у нас так опять что-то не вижу где у нас бесперебойник зарядное значит здесь есть дверь это консоль вентиляция труба блин сейчас батареечку надо будет взять датчик датчик у нас пока что не нужен по нам цена следующей серии значит здесь опять пролистал и опять промазал твою мать так вот два штуки замечательно так предположим у нас так зачем да ладно будет идти будет наверное находиться здесь так выход там вход там давайте поменим направление где-то вот так сделаем блин теперь ты мешаешься мне тут твою мать давай иди сюда и не мешайся давайте где-нибудь здесь да так расположим и пока что второй нам не нужен это у нас источник бесперебойного питания который будет отделять все наши устройства которые будут подключены к данному бесперебойнику значит вход у нас здесь блин я вот этого замучаюсь испадать так чтобы открыть бесперебойник берем ломик как всегда и нам еще сейчас понадобится как раз таки вот высокоемкий аккумулятор берем у нас полностью заряжен точно такой же аккумулятор у нас находится в нашем скафандре наши стали зарядки средняя так что ну пока еще можно жить все отлично теперь берем провода и начинаем прокладывать линию у нас уже солнышко начинает сходить так давайте-ка заранее сделаю вот так потому что у нас тут скоро будет солнечной панели стоять теперь прокладываем прямой провод куда-нибудь давайте отсюда начнем потому что я не вижу так снова на половине шломик закрывайся блин солнышко встает так туда вот туда если не ошибаюсь ага все верно никак я не подружусь местным управлением все так ну что тут как дела у нас солнышко еще нет ну повис пожалуйста блин то-то гора конечно все портит у нас уже бы сейчас пошла бы накапливаться энергия ладно хрен с ним с этим солнцем и теперь снова открываем и давайте прокладывать дальше линию так вернись пожалуйста провода а вот все пошло у нас эффективность 96% генерируется 430 ватт электроэнергии и все у нас идет сюда то есть у нас уже эта батареечка заряжается еще можно поставить зарядное 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 короче да давайте можно где-нибудь даже сейчас я переверну некрасиво будет вот так берем провода наши и протягиваем тут кстати тоже дата выход есть но он нам в принципе пока не нужен так берем угловой прямой и здесь мы сделаем вот вот так трехконечные направим вот так чтобы остальное все у нас пошло на дальнейшие оборудования все можно уже заряжать батареечки которых у нас нет можно зарядить конечно нашу скафандр но мы тогда подохнем потому что без батарейки будет совсем все плохо так вот хреново что приходится сейчас все вручную делать разводной ключ так давайте вверх чуть-чуть вот 90 и еще чуть-чуть как раз ложка поднимается энергия накапливается отлично что нам тут еще дали за штучечки так бесперебойник твердо топливный генератор у нас работает но для можем кстати в когда он сыноч когда он служит панели неактивны запасе иметь твердо топливный генератор который будет питаться на углях но он очень прожорливый поэтому я пока не хочу вот у нас есть дуговая печь и авторат это первые наши инструменты точнее оборудование который мы которым мы будем уже изготавливать инструменты ну что давайте начнем с дуговой печи куда мы поставить ее провода у нас уходит где-то здесь да вот так в принципе без разницы где печечка печечка куда тебя лучше вот эти штуки там были на этой стороне блин ладно нам сейчас вниз обратно берем железные каркасы и поставим вот тут парочку там уж наверное все как раз у нас все и закончились так иди обратно стена или железо ну блин придется нам пока что а хотя зачем покидывать мы сейчас возьмем инструмент запаяем все полностью запаял да ну и ладно подумаешь там на один лист больше потратил сюда можно распаять все нам лист железа пока что не нужен берем снова дуговую печь дуговая печь друзья ну прям как вот во всех многих выживалках космических или космических здесь мы будем переплавлять всю нашу руду которую мы будем добывать в общем куда тебе давай вот сюда наверное стой красиво так оп готово готово так готово ну стоит это не так как надо так с помощью чего тебя дрели да разобирать можно будет так берем снова дуговую печь разворачиваем ее как надо вот как раз таки вот подключение у нас во теперь нас будет прямо на нас берем снова прокладываем провода так сюда прямой сюда можно поставить разветвление поэтому выберем наверное угловой трехконечный даже наверное четырехконечный о нет хотя блин хрен узнает давайте просто трехконечный без всяких угловых и то наверное да таким вот образом теперь нет прямой и вот с краешку потихонечку будем прокладывать проводочку и для дальнейшего оборудования тоже ой зря эту цепь отрезать тут мы сейчас трехконечный поставим только не угловой вот все печечка друзья у нас готова солнышко у нас отвернулось и пойдем мы попытаемся его аэросолшесной панели направить в правильное положение да аффективность 1% прям ну вообще того себе можно в принципе уже накрыть полностью что собственно я и сделал пускай уже заряжает как-нибудь так и мне кажется тут немножко угол надо поправить вот сколько у нас эффективно сейчас ладно эффективность вот сейчас вроде как правильно направлено да 86 а если чуть-чуть повернуть ой нет другое право вот эффективность 97% 98 я думаю так можно оставить и другие солнечные панели которые будем располагать тоже как-то вот так будем располагать так ну все в принципе можно ой 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 вниз все пускай заряжается как как-нибудь уже а мы пойдем смотреть что у нас тут дальше дали за финтиклюжки автолад автолад это у нас что-то такое некоподобие 3d принтера так туда у нас закладывается отсюда выкладывается в дальнейшем можно будет провести конечно же конвейерную систему поэтому надо учитывать расстояние между нашими оборудованиями ну в принципе я думаю пока что все нормально так чтобы нам достроить это все безобразие нам понадобится газовая горелка берем газовую горелку и лишь железо берем лишь железо паяем теперь 4 мотка кабеля которые только что выложил так железо не нужно уже моток снова газовая горелка теперь лист пластика блин как же тут без света вообще темно так у нас уже мало проводов остается так лист пластика оп и берем газовую горелочку довариваем наш автолад все готово можно убирать инструменты и лишние ресурсики так осталось самое главное сделать сделать это подключить тоже подключаем чисто энергию все дата данные не будем пока подключать да и в принципе не собирался не собирается в дальнейшем возможно так кнопочка я не дострел походу да точно я думаю где же у нас кнопочка проводочки валяйтесь берем отверточку и достраиваем автолад все вот он готовый целехоньки стоит как тут дела с батареечками все нормально слушай мне кажется еще у нас были батарейки давайте пробежимся вот что-то припоминаю что мне кажется вроде как были или нет да вот они батареечки сейчас мы твердку уберем эти маленькие батареечки нам нужны необходимы для различного оборудования такие как дрель там шуруповерт болгарка бур и все такое прочее можно пока что их сюда воткнуть кстати забыл нажать кнопочку зарядное устройство включить но в принципе у нас все заряжено поэтому думаю не надо в принципе пока включать и так в принципе с первоначальным оборудованием думаю все давайте посмотрим что мы тут можем делать ну до печки само собой мы можем переплавлять различные руды руды конечно будем добавить уже следующей серии а в автолате у нас можно изготавливать в чем дело нет энергии а печка так я все правильно подключил эх как же я себя сейчас накажу я забыл нажать кнопочку включить на нашем бесперебойнике вот все у нас все заработало все отлично итак автолад смотрим что у нас тут имеется тут можем изготовить собственно скафандр шлем дуговую печь которая у нас есть стены снова автолад центрифуга нам необходимо и как бы вам это бесить предположим у нас есть еще утилизатор где мы можем различные оборудования все утилизировать и из этого получится какой-то там сплав и этот сплав у нас в центрифуге делится уже на отдельные руды там железо золото и все такое прочее ну вот конвейерная труба композита покрытия подставка до ящика приносу ящик дверь принтер электроники вот надо будет построить обязательно там у нас уже есть крафтятся батареечки всякие всякое электрооборудование поэтому это тоже нам необходимо но нам для этого нужно сейчас собирать еще ресурсиков так различные стены полы печь вот еще одна печь кстати есть намного эффективнее с ней мы будем конечно много дела иметь чтобы плавить различные сплавы из тех руд которые мы будем добывать да как-то так во-первых она понадобится для изготовления батарейки с трансформатором потому что они там нужна будет сталь а сталь как многих вас знает что делается из железа и углерода в определенном соотношении так мебель всякие гидравлический сгибатель труб кстати нам тоже нужен будет стена лампа шкафчик можно будет лампочку построить кстати насчет лампочки лестница у нас мне сошибаясь где-то должна быть еще лестница вот моток кабеля листикла мы можем делать каркас лес короче дофига всего в начальном автолате давайте-ка посмотрим где-то у нас есть лестница пойди вроде бы как должна нет это я походу просмотрел что-то так он как видно у нас моргает индикатор это в том что у нас идет разряд ну да скорее всего энергия уходит на заряд как и моих аккумуляторов которые у нас в принципе уже заряжены а в принципе мы можем что взять планшет в него воткнуть сетевой анализатор и посмотреть что у нас творится вообще кстати планшете тоже есть батарейка тоже надо заряжать сейчас она полностью заряжена так что у нас получается за кабелем то есть в принципе текущий данный момент ничего не потребляет и требует сейчас 0 ватт то есть нормально ничего у нас не потребляется но я еще забыл сделать вот что развернуть нашу солнечную панель так берем инструмент до 0 чтобы когда солнышко зайдет сразу же заряжалось все у нас как вы видите появился индикатор что у нас кончается заряд на нашем костюме скафандре можем сделать вот как блин уже и тут немножко раздражается на пофиг теперь у нас заряд высокий здесь у нас ну так все ну постепенно зарядиться ничего страшного в общем друзья будем на этом заканчивать если вам понравилась серия и вы хотите продолжения то обязательно поставьте палец вверх и будем с вами дальше проходить выживать на марсе и в следующей серии я думаю как раз таки будем добывать руды и построим еще два оборудования которые были в автолате и если будет время то настроим солнечную панель построим солнечную панель и построим солнечные панели и попробуем их автоматизировать на этом все всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео